Я думаю, что здесь несколько составляющих, и одна из них, конечно, находится в области традиции и истории, потому что консерватория сама по себе, в общем, хранительница лучших академических традиций в образовании и, конечно, музыкальном искусстве. И появление вот такого фестиваля для нас в какой-то степени закономерно, поскольку в основе и в концепции, в замысле целого, конечно, прежде всего, приобщение к высокой академической музыке. Характерно это для нас? Безусловно, да, потому что, по сути дела, мы этим занимаемся ежедневно. Но то, что это выливается вот в такую серию концертов, ежедневных концертов, и к этому могут приобщиться не только наши педагоги и студенты, но и достаточно большое количество зрителей и слушателей. А я знаю, что это так по опыту прошлого года, и в этом году уже есть огромные заинтересованности, тут вы правы, что, в общем, история имеет продолжение только тогда, когда она, безусловно, востребована, когда она обоснована чем-то. Так что в этом смысле здесь благополучно, как бы, сходятся самые различные интересы. Интересы вуза, который сегодня действительно в вангарде именно академических традиций образования в области профессионального музыкального искусства, и, конечно, в той сфере, в которой мы все очень дорожим, то есть вот этой духовной составляющей, хранительницей которого, в том числе, является, безусловно, и Академия музыки. В концернах принимают участие как светское коллективо, то есть коллектив, прежде всего, Академия музыки, так и церковная хоры, которые получили высокую оценку на различных международных фестивалях. О чем это, скажем, можно ли назвать это сработничество? О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о совершенно замечательной ситуации, состоянии вообще хорового певческого искусства в Беларуси, современного состояния. А с другой стороны, это опять-таки свидетельствует о замечательных традициях прошлого, потому что, собственно, если мы вспомним саму историю Великопостных концертов и петербургские страницы, безусловно, то всегда вот это взаимодействие светских и духовных коллективов, оно всегда существовало, это, так сказать, норма нашей жизни. А сегодня получается так, что в современной Беларуси это такие сообщающиеся сосуды, потому что храмовые хоры сегодня все более и более становятся, приобретают более высокое качество звучания. И, безусловно, это и благодаря тому, что наши студенты участвуют в этих хорах. А с другой стороны, студенческие коллективы, безусловно, обогащают вот само присутствие такого рода людей, певчих, которые имеют опыт исполнения православной музыки, не только концертной, но и храмовой, согласитесь, это совершенно особая традиция. Ну и, конечно, тот факт, что в составе праздничного хора Свято-Элизавельского монастыря сегодня действительно немало выпускников Беларусской Терестной Академии, музыки разных специальностей. То есть это профессионалы, которые действительно сегодня могут поделиться не только своим опытом концертным, но и, безусловно, опытом вот этой уникальной традиции храмовой службы. Ну и мать Леония, которая возглавляет сегодня этот хор, действительно человек, который имеет академическое, тибурское образование, для нас это свидетельство того, что за концепцией проекта, за подходом к тому, каким должно быть хоровое звучание, конечно, стоит очень-очень серьезное мнение об этом, так бы я казала. Единственное, немного отлично от темы Великий постных концертов, вот Великий пост, какой это период для творческого человека? Творческий человек, он как-то по-особому переживает это время? То есть это время только молитвы или для творчества тоже? Безусловно, нет, творческий человек, он не может остановиться. Более того, знаете, здесь как-то надо развеивать какое-то, как мне кажется, устоявшееся мнение о том, что пост это какое-то состояние, так сказать, такой, знаете, трагедии, глубокой печали. Для меня, например, радостно слышать от людей воцерковленных приветствия, что поздравляем с началом Великого поста. То есть безусловно для творческого человека, как мне кажется, это вообще состояние удивительное, особого творческого горения, потому что вот здесь как раз душа, наверное, воспаряет, когда человек действительно имеет возможность на секунду остановиться, задуматься, погрузиться, немножечко взглянуть в себя вглубь, даже не со стороны, а именно вглубь себя. Поэтому, знаете, может быть, это прозвучит парадоксально, но мне кажется, что это момент и творческого цветения. И я с огромным удовольствием на днях прочла о том, что стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, то есть его пересказ поэтический, молитвы Ефрема Сирина, оказывается, появился как раз в период Великого Поста. То есть по срокам написания, вот, казалось бы, поэтический дар, ну что, вот должен замолчать, углубиться, как-то впасть в скорбь, напротив, ничего подобного. То есть молитва приобрела другое совершенно звучание, и нет смысла совершенно сравнивать. Но просто если мы с вами говорим о таком творчестве, воспарении, то я думаю, что это уникальный период для творческой лечницы. Субтитры создавал DimaTorzok